Капризов и Арзамасов Выходных мало, поэтому особого времени нет. Так, если выдается выходной, ходим в кино с друзьями, с Кириллом, с ребятами. Покушать где-то вечером и все. В остальное время все занято. С Уфа-арены в городскую школу Олимпийского резерва по горнолыжному спорту. Место для внетренировочного досуга выбрали не случайно. В Кемеровской области, недалеко от Новокузнецка, находится один из лучших горнолыжных курортов России – Шерегеш. Там здорово, в принципе, туда ездить, всем все нравится. И там не только с нашего региона люди приезжают, со всей России, в принципе, ездят из других стран, встречал немцев. Так самого получается. Ну, падать особо не падал, потому что я быстро стараюсь не кататься, потому что травмоопасный вид спорта. Я так спокойно более старался, учился. Лучше гор могут быть только тренажеры. Решили юнаевские новокузнечане отправились покорять виртуальные склоны уфимской спортшколы. И вот тут-то возникли первые сюрпризы. Оказалось, Захар ни разу не катался на горных лыжах. А что, размер имеет значение, там, может, меньше, больше, какая-то разница есть? Нет, ногу выпрямлять не надо. Ботиночек такая специфика. Сейчас я затягну. Надо колено вперед сделать. Нога назад отползет. То есть они под уклоном немножко как бы идут. Нога вперед всегда выкатывается. Сейчас я их затяну, когда колено согнуть надо будет. И нога должна выкатываться. Очень хорошо. Совершенно новые ощущения. Без коньков с трудом удается сохранять равновесие. Ботинки с лезвиями с шести лет стали его любимой парой обуви. А здесь словно в гипсе ходить неудобно. Не то что ехать. Прямая это вообще для новичков. Это пора ощутить хотя бы, что это такое. Да. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Переоценил возможности. Борисуя не знаю, вроде поймал темп, но немножко где-то прозевал. Наверное, момент этот с наклоном корпуса и так получилось. Да, первый раз одевал. Первый раз на таком тренажере. Вживую тоже на лыжах ни разу не стоял. Поэтому немножко неудобно, непривычно было после коньков. Форвард сосредоточен словно при броске. Обладатель, пожалуй, самой интересной должности в хоккее не спешит прибавлять скоростной режим на бесконечной трассе симулятора. Крайний нападающий знает, риск должен быть оправданным. А инициатива хороша в меру. Ему никогда не хватает пространства. В детстве Кирилл жил в деревне, расположенной в часе езды от Новокузнецка. Перспективы большого города с возможностью играть там в хоккей взяли вверх. С тех пор отцу приходилось каждый день возить сына на тренировки и обратно. И так четыре года. Да не только папа и мама, и вся семья. Не только там семья, все равно все помогали родственникам. Ну, конечно, в основном это были родители. Со знаковым для всего советского и даже мирового хоккея номером 17 капризов познакомился в Уфе. Седьмой был занят лисиным, и тогда мама юного форварда подсказала взять 17-й, как у Харламова. Цифры на спине действительно обладают магией, уверен нападающий. Сначала хет-трик, потом дубль. Его охота на голы и очки началась. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова